Привет, моя родная. Итак, 6 часов вечера. Я вдруг надумала, что в 6 часов вечера решила все-таки приготовить супчик. Хотела на завтра отложить, но буду делать сегодня. Видите, Шура, не крутите задом. Это неприлично вам, говорят. Неприлично, невигигиенично. Они симпатичны вам, говорят. Шура, Шура. Итак, ладно. Опять у нас идет дождь, опять у нас идет, вон они, какие тучи уже покапывают слегка, слегка, слегка. Я даже, если честно, даже в зеркало не посмотрела, как буду выглядеть, не знаю. Хорошая чертовка. Я сама себя так успокаиваю. Вообще ногтей ничего нет, вообще ничего нет, ничего не растет. Мускулы немножко, да. Это у нас есть, потому что занимаемся, плаваем много, бегаем, прыгаем, да. А на самом деле ногти вообще абсолютно не растут. Вот такие вот коротюсенькие, надо их обгрызть дальше. Нет, я ногти вообще не грызу. Пилочка надо их под... А купила новые красивые ногти, чтобы наклеивать. Никак руки не доходят. Дай, сейчас не до этого. Сегодня пыталась делать видео про... Хотела пожаловаться, что у меня депрессия наступила. У меня была когда-то депрессия, мне было 40 лет в Ялте, когда... О май гад! Это было вообще караул. Я просто лежала на кровати с утра до ночи, лежала, вообще не хотела ни есть, ни пить, вообще не хотела ничего делать. Дочка приходит, мам, что с тобой? Галя, ты, наверное, депрессия. Вот такое ощущение было, что уже жить не для кого и не для чего. Детей вырастила, как бы все, уже цели никакой жизни нет. Ничего не хочется, денег хочу заработала, все есть, квартира шикарная, все, казалось бы. И в этот момент такой стоп наступает, думаешь, ааа, что же дальше? В общем, был такой страшный депрессняк, конечно. Вышла я из него только благодаря книгам, спасибо книгам. Я читала, просто зачитывалась, там как дочка что-то меня там подкармливала, меня в мозги вставляла, но тогда я не была еще такая умная, как сейчас. Тогда я еще была такая дурочка, я еще. Если напала депрессия, я как-то ей подчинялась, я с ней боролась. Сейчас я уже знаю, как с ней бороться. Так вот, у меня наступила депрессия, вот после этого самолета, чтобы он это, не знаю, чтобы он никогда бы не упал, чтобы он всегда, люди были бы живы. Ну, короче говоря, это было, я уже рассказывала, когда я делала видео, я рассказывала, как я когда стою на кухне, что-то делаю, что-то готовлю, и вдруг слышу самолету, в общем, я когда все это услышала, у меня сразу вот сдвинулась просто каретка полностью, у меня такой ужас на меня напал. Я думаю, ну все, это будет как бы новый этап, это как бы будет фас на новые действия, уже на настоящую войну между Украиной и Россией, потому что я ничего не поняла, клянусь, я ничего не поняла, я даже не запомнила город, с которого вылетел этот самолет, я выскочила вся, вообще никакая, а еще до этого, нет, до этого я подшла к Дугласу, у меня слезы градом, он говорит, что случилось, я говорю, война началась, или начнется война, он говорит, да что ты, глупости какие-то там, что там, он что-то стал слушать, он говорит, это вообще не русский самолет, я думала, что украинцы подбили русский самолет, если честно, или думала наоборот, украинцы подбили русский самолет, но думала, что это уже будет сейчас, ну как бы, атака уже начнется настоящая, конечно, это было страшно, это было ужасно, у меня за секунду, ну как у любой нормальной матери, или ненормальной матери, которая боится за своих детей, постоянно, вечно, всю жизнь, пытаюсь, конечно, держать себя в руках, как пытаюсь сама себя угомониться, сама себе сказать, что и всё равно у меня вот эти страхи иногда проскакивают. Причём такие страшные страхи проскакивают, что иногда я, которая всех учу, что надо уметь держать себя в руках, надо уметь не обращать внимания. На самом деле я такая же. И вот после вот этого стресса, это был просто какой-то психологический, конечно, бешеный стресс. Я нарывелась, нарыдалась. Я же потом поняла, что это был малазийский самолет. Но это всё равно не меняет. Это не меняет вопросы. Не важно, есть самолет. Важно, что в 21 веке, в мирное время, можно просто так наставить пушку и сбить какой-то самолет. Это вообще нефиг делать. И вот это стало страшно. Просто все так стало страшно, мне почему-то, не знаю. В общем, каретка у меня сдвинулась, и я вообще, вон, кстати, самолет полетел, в тумане едва видно его. И я, конечно, пережила определенный стресс. И после стресса у меня началась вот эта так называемая депрессняк. Вот это два или три дня у меня, четыре дня у меня такое депрессивное состояние. Мне ничего не хочется, я спала день позавчера, ночь позавчера, день вчера и ночь сегодня. То есть я вообще, ну, Дуглас мне говорит, что-то случилось, я не знаю, у меня стресс так проходит, у меня стресс. Ну, вроде сейчас немножко оклемалось, вроде как я взяла себя в руки, все нормально. Начинаю снова выходить в жизнь, начинаю снова. Мне опять ничего не хотелось, вообще ничего не хотелось, хотелось просто лежать и ничего не делать. И вообще ничего. Ну, все нормально, 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 все. Все, я начинаю оживать, переходить к жизни. Вообще ничего не хотелось. Вот мы с Наташей даже поехали вчера, поехали в этот блок хамок, в такое место красивое. Все равно я даже не получила никакого удовольствия, потому что вот все равно вот это как колпак какой-то черный на голове был, закрывал глаза. Вот я пыталась, конечно, думаю, что же я Наташа буду портить настроение. Ну, в общем, я, наверное, ей тоже испортила настроение. Несмотря на то, что день был такой хороший, несмотря на то, что, как казалось бы, он еще цветочек. Он растет, а или он, это он, он отлетел. Красный день календаря. Ладно, беру себя в руки, беру себя в руки и начинаю отходить. Все. А сейчас пошла делать, сейчас пошла делать. Так мне захотелось вдруг, прям, я не знаю, с чего вдруг, так мне захотелось. Просто как, как перед смертью, так захотелось мне суп этот с фрикадельками. Пошла купила мяско, сейчас покажу. Пошли готовить суп с фрикадельками. Суп с фрикадельками. Я купила свиной фарш. У меня морковочка. У меня чистая сковородочка пока. У меня закипела уже водичка. И у меня одна карташинка. Вот сейчас я эту карташинку вот эту обрежу. Я ее порежу. У меня луковичка. Борщ, это я сегодня что-то, наверное, голодная была. Так мне захотелось борща. Сейчас еще борща на готовлю. А борща захотела, потому что у меня есть черный хлеб. Я уже показывала. Сейчас покажу еще раз. Сейчас покажу еще раз черный хлеб. А-а-а! Пусть там, ой, степень уронила. А-а-а! Быстро упавший. Быстро пойдет, а не считается упавшим. Вот этот настоящий черный бородинский хлеб. Обалденный. Это мне привезла Наташа. Причем она узнала об этом хлебе совершенно случайно. Сейчас еще раз покажу. У меня свалялся пакетик этой девочке, Оле Громадной. Спасибо, конечно, еще раз. Еще раз. Я уже видео делала. Пусть будет еще раз. Хлеб бородино. Вот Оля, видный. Вот ее номер телефона. Можете заказывать. И там она делает еще и булочки какие-то, что-то еще. Но хлеб просто потрясающий. Если честно, я хлеб вообще не ем. Я крайне редко ем хлеб. Хлеб этот ем только в панели Бред. Мягкий. Но вот хлеб вообще черный. Хлеб тоже 300 лет вообще не ела. И вот этот хлеб, это я сама съела полбуханки. Я вспомнила, что у меня есть вот этот черный бородинский хлеб. Я сразу так захотела борща. И вот я уже под этот хлеб делаю себе борщ. Сегодня сварю борщ, но сварю его я не хочу мяса. Не хочу. Что-то мне на мясо вообще... Ну вот это, конечно, сделаю. Но на мясе бульон не буду варить. Почему-то не знаю. У меня что-то случилось. Ладно. Итак, поехали. Поехали готовить. Надо попить сок. Сейчас я открою сок. Натуральный сок у нас продается. Дело в том, что Флорида у нас... Это основное производство цитрусовых... Произрастание и производство соков, конечно, у нас во Флориде. Сейчас я не лью себе стаканчик. Так хочется сачка, сачка, сачка. Итак, режу карташиночку вот эту вот одну. Я хотела маленькую кастрюльку сделать, но я потом перелью. Вообще-то я поставила кастрюлю на борщ. Думала, сделаю маленькую кастрюльку, совсем малюпусенькую. Сейчас покажу. Вот такую маленькую кастрюльку хотела сделать вот этого супчика. Наверное, сейчас я переливу сюда, просто сделаю эту кастрюльку. Буду одновременно варить борщ и буду одновременно варить суп. Сейчас остановлюсь на соке. Это свежевыжатый апельсиновый сок. Очень вкусный. Я его просто обожаю. Я купила, я покупаю его в две упаковки такого сока вместе в пакетике полиэтиленом. Стоит 4 доллара. А в Пабликсе тот же самый сок будет стоить 4 доллара одна коробочка. Поэтому в Сэмс Клабе это в 2 раза дешевле. Тот же самый свежайший, прекраснейший сок. Но я хочу сказать, что мне сок пить сейчас нельзя, но я попью все равно. Секундочку. Я всегда сок пью через трубочку. Желательно, если вы пьете такие соки, апельсиновый, лимонный. Нужно пить через трубочку. Пить через трубочку. Пей через трубочку. Попробуй, пуй через трубочку. Желательно через трубочку, чтобы пощадить свою эмаль на зубах. Почему нельзя мне пить воду? Потому что у меня опять начался процесс с моей спиной. Я когда уезжала сюда в Америку, у меня 2 раза в году, а то и 3 раза в году, у меня такие страшные были приступы. У меня, как сказать, болел. Болел, не болел. У меня хватало спину. И хватало до такой степени спины, что я просто ползала и на карачках. Как ползала на карачках, если подаду снять, как я ползала, так, конечно, киную немца. Но тем не менее, что-то я какая-то вообще какая-то, я сегодня немца. Ну ладно, это домашнее видео, бог с ним. Ну пусть. У меня такие страшные были приступы со спиной. Это, наверное, лет с 30 у меня началось. И я уже знала, когда у меня в спине, начинала, вот как вчера у меня началось, в спине у меня чувствую такая тяжесть, как гирькая такая привешенная. Такие маленькие-маленькие такие проколы. Как только это начинается, первые вот эти, я сразу ощущаю, что вот если я чувствую свою спину, вот чуть-чуть ниже поясницы, я, значит, у меня этот процесс начинается. Наверное, я знаю, что так у многих наступает. И с чем я спасаюсь? Я спасаюсь хуросимидом. Спасибо доктору из Ялты. Понятия не имею, как его зовут. Вот забыла, как его зовут вообще наточ. Он мне попался. Я много раз рассказывала, он мне попался. Так, пока постала, сейчас закипает. Я прям в сырую воду бросаю, в холодную воду бросаю картошку. Забыла, как, даже, собственно, не забыла. Я даже, по-моему, не спросила, как его зовут. Сейчас я покажу еще раз. Много раз показывала, но покажу еще раз. Как я, вот здесь все отходы, все отходы. Недобно ему все. Вот, это сейчас я нажму. Вот так вот все перемелется. Перемелется, мука будет. Конечно, не будет сковородка, стоит страшно. Все хочу и выбросить, никак. Все жалко выбросить. Так, что я хочу сказать. Я, когда пришла, перед поездкой сюда, пошла всех врачей проходить, и мне просто Бог послал этого человека, честное слово. Сижу, и вдруг сижу, заплатил денежку, и врач выходит, что-то подсаживается, и слово за словом начинает мне разговаривать. Я ему жалуюсь, говорю, не то что жалуюсь, муколь, иди отсюда. Я ему говорю, вот у меня со спиной проблемы. Он говорит, так, никаких проблем. Он говорит, после 20 лет у всех со спиной проблемы. И стал мне говорить, возьмите форосимид, это просто у вас там идет, говорит, у вас там идет этот, отек. Он говорит, отек давит на нервы и все это прочее, прочее. И вот он мне это подсказал. Я, если честно, ему даже не очень поверила. Но я купила форосимид, я попробовала, и я всегда, когда езжу в Ялту, я всегда привожу с собой форосимид. Это вещь обалденная. Я вчера одну таблеточку бахнула, днем, потом вечером одну таблеточку. Это чисто мочегонное, сегодня одну. Вот сегодня у меня чувство уже попускает. Но все равно, если болит спина, старайтесь не пить ничего. И никаких горячих компрессов, и ни в коем случае никаких нельзя делать, ни массажей, ничего. Итак, я порезала совсем немножечко, вот такими, вот такими круглешками, порезала морковочку. Я морковку добавляю не столько из-за морковки, сколько из-за красоты, потому что она дает красоту, ну, она украшает собой суп и все это прочее, все остальное. Дальше. Я сейчас сюда брошу одно яйцо. У нас тут в Америке яйца продаются по 18 штук. Это 12, это у нас дюжина, полторы дюжины. То есть у нас по десяткам не приходится. Так, сейчас посолю поперчу. И порежу мелко-мелко порежу лучка, можно потереть немножко, сюда добавлю. И начну делать супчик. Итак, сейчас порежу лучок, миленько-миленько, потому что лень, если честно, мне лень его на терочке потереть. И добавлю фарш. Я сейчас расскажу историю. Я сегодня отнесла свою компьютерную в у меня компьютер Sony. Я показывала, который... Он очень тоненький-тоненький, там терабайт памяти, шикарный компьютер, и он еще складывается в таблетку. Ну, в общем, он мне по всем параметрам походит, и я его очень люблю. И у меня вдруг... Вдруг у меня что случилось с ним? У меня он перестал ловить Wi-Fi. То есть Wi-Fi есть на других компьютерах. У меня еще один компьютер, хорошо, сейчас я покажу. Убила, как он пишет. Мой телефон, везде Wi-Fi ловится, а на моем компьютере нет. И я долго-долго-долго путем длительных этих... В интернете я нашла все-таки причину. Нашла причину, установила, там у меня, оказывается, славался этот адаптер внутренний, который соединяет... Ну, в общем, драйвер этот, Intel. И он просто перестал, он просто... Его не видно, этого Intel, в токах R 7260-H. Так, по-моему, он... Короче, он просто пропал у меня. Его не было. Я долго-долго пыталась починить сама, но я поняла, что там что-то внутреннее, какая-то внутренняя проблема. А так оно и есть внутренняя проблема. Вот у меня сейчас старый мой компьютер, здесь у меня прекрасно работает Wi-Fi. Вообще вопросов нет, все прекрасно. Ну, он у меня хороший, старый, но тут очень мало памяти, и мне его просто не хватает. Я купила новый компьютер из-за памяти. В основном, потому что... Много видов, много входит, много всего, а памяти не хватает. И пошла сегодня, отнесла. Дело в том, что... Я много раз рассказывала, когда покупаешь компьютер, здесь я когда покупаю компьютер, либо фотоаппарат, я обязательно покупаю план... Protection Plan. Protection Plan. И вот этот Protection Plan, они сегодня взяли мой компьютер. Если починить, это будет мне абсолютно бесплатно, а если не удастся починить, то мне просто дадут новый компьютер. Если компьютер такие сняли с производства, по-моему, их уже сняли с производства, их уже нет таких, значит, мне просто дадут... Я могу выбрать новый компьютер, даже может быть дороже, ну, то есть, либо они мне просто дадут деньги. Если, конечно, дороже, мне придется доплатить. Ну, дороже не бывает, потому что мой компьютер стоил почти 1600. С Protection Plan совсем он не обошелся по 2000. Так, все, сейчас... Сейчас буду крутить эти ролики, ролики, ролики... Колобков буду сейчас крутить, местных колобков. Так, куда камеру поставить, чтобы крутить колобков? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. И так, для того, чтобы... Еще тоже маленький секрет, о котором, наверное, знают все. Все... Все женщины, все хозяйки знают. Так, вот это вот на досках уже не забыли. Я уже писал когда-то. Писал, писал, писал. И так. И так. И так. Пошли. Пошли. Уберем в руку колобочки. Вообще, если честно, надо было, не дожидаясь, надо было кинуть мясо в холодную воду. Потому что, когда вы кидаете мясо в холодную воду, получается вкусный очень бульон. Когда вы кидаете мясо в кипящий бульон, то получается вкусное мясо. Ну, ничего страшного. У меня получится не столько бульон, сколько у меня получатся вкусные вот эти колобочки. Колобок, колобок. Я тебя съем. Вот так вот просто выкручиваю бульки. Вот такие у меня получатся колобочки. Я не люблю очень маленькие, я люблю большие тевтельки. Картошка моя кипит, колобочки мои сейчас уже все закипят. Надо немножко сделать поменьше огня. Я, конечно, неправильно всегда делаю. У меня сейчас рука была в мясе, и я сделаю поменьше огонь. Надо было вытереть руки по правильному и сделать поменьше огонь. Но я так никогда не делаю, потому что это, наверное, лень. Или это лень, это уже привычка такая дурацкая. Мама всегда ругалась на моего отца, и меня тоже подругивала иногда. Она говорит, что такое, вот висят полотенца, нет, он все равно схватит. Душу непотребно схватит, схватит и вытирает руки обо что попью. А я всегда свои руки вытираю о себе. Вот я помыла руки, вот так помыла руки, и вот штаны у меня. Я просто должна вытереть вот так вот, не знаю откуда это. Это где-то видно из глубокого детства, а может быть это в другой жизни. Но я обязательно мокрые руки вытру у штаны. Ой, а чего ж я стою, дурочка, мне надо одеть. Все-таки мне руки придется помыть. Мне надо одеть этот. Фортекшн. Фортекшн, как называется. Ой, у меня такой красивый кофейный есть. Фортушочек. И вот с этим фортушочком сейчас я его одену и буду совсем красивой. Потому что я без фортушка ни туда и ни сюда. Ни тудым и ни сюдым. Так, а что же я это? Надо, чтобы было видно, что я делаю. Вот, теперь все видно. И так он у меня упал. Это мне не надо. Сейчас ручки еще раз стоят. Ну, пошли дальше. Вот так вот я всегда вытираю. Рядом сидит полотенце. Я всегда скачу вот так руки вытру. Мама так всегда ругалась. Ну, что делать? Ну вот, это привычка нестребимая. Это просто нестребимая привычка. Ну, конечно, может быть, если бы я попала бы кому-то в дом, я бы попыталась вести себя прилично. Может быть. Не знаю. Но когда я сама дома, конечно, я... Вот, привычки мои сразу все. Вот эти дурацкие. Ну, опять-таки, что не дурацкие? Нормальные привычки. Ну, что ты сделаешь, если... Что-то у меня голова вырится. Я себя вижу. Я без головы. Сань, не без головы. Придется наклониться чуть-чуть. Ладно. Вот сейчас я накатаю, накатаю, накатаю. Можно теперь сделать посильнее. А потом мне приходится, когда я вот этими руками... Ну, они не грязные, но они в мясе. И когда я хватаю вот эти вот все ручки, а потом у меня ручки приходится... Ну, это двойная работа. Если бы я мыла руки, потом перекачала бы... То есть у меня все было бы чистенько. А так получается, что я руками. То они у меня в тесте, то они у меня в мясе. Я лезу, перекрываю вот эти вот... Регулирую печку свою. Вот она у меня засаливается. И приходится мне ее мыть, а что делать? Как говорят, в Одессе. Так и да. Мне так нравится выражение. Так и да. Все супер. Да. Я рассказывала, как у меня было... Оказывается, у меня было несколько дней. Несколько последних дней. С того дня, когда сбили самолет, у меня началась... Просто какая-то черная-черная такая депрессия. Я вообще забыла, что это такое. У меня один раз была такая депрессия страшная. Я рассказывала, когда мне было 40 лет. Не буду повторяться. Это на другом видео. И вот сейчас у меня опять она началась. Я сегодня сказала себе, никаких депрессий. Я что, сама себя не хозяйка? Хотела сказать, не хозяин. Нет, я не хозяин. Я сама себя не хозяйка, что ли? Я сама себя хозяйка. Все, я как этот... плачу. Вытащил себя за волосы из... 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 из рычаг, из озера. Кто? На внук, кого ты допускай? хх-ха-ха-ха-ха-ха граф, граф граф, граф. Ладно. Ой, что-то у меня так много мяса получилось. Я вообще хотела это сварить сплоть на дно тарелочках. А получается меня так много. Что-то я это перей... Ну ладно, прид Придется завтра кого-то на обед приглашать. А может и сегодня на ужин. Муж у меня такой не ест вообще. А, у меня же Регина. Сейчас я еще Регину накормлю. Завтра Регина уезжает к себе туда домой. Недавно. Ей там купили новую машинку. И она уже приедет на новой машинке. Так что я сегодня Регину накормлю супом. Хочет она, не хочет. Скажу, мне все равно. Мы друг друга кормим. Она с утра тоже тянет что-то. И мы собираемся с утра. А то и в обед. У нас прям такие семейные обеды, семейные ужины, завтраки. Ладно, все. Никаких больше. Никаких этих плохих настроений. Никаких депрессий. Все. Мы вычеркиваем это дурное слово из нашего лексикона. Радуемся и живем дальше. Никаких депрессий. Да. Легко в когда-нибудь. Это не я. Это вот это пукнуло. Я не вышла. Ай, позорняк какой. Вот так вот. А люди, что подумали. Говорите, что я так подумала. Головко пропустила. Я не посуду. Все. Все, помыли посудку. Все. Посмотрим. Опять руки об себя вытерла. Вот так вот руки об себя. Вот так все вытерла. Я по-другому не могу. Вот так. Геру. Мама мне серенька говорит. Ну что ты. Ну вот у меня рядом полотенце висит. Нет. Я обязательно так в себя вытерла. Это привычка. Дурная. Но это привычка. И избавиться от нее я, наверное, даже и не хочу. Должно же быть что-то. В конце концов. Мое. В этой жизни. Итак. Сейчас я поставлю зажарочку. Или может не надо. Наверное, не буду я делать зажарку. Вообще надо зажарочку сделать. Такую легенькую. Легенькую совсем. Ой, как много мяса у меня получилось. Я вообще не собиралась так много готовить. Опять разжараться. А вот он лук. Кстати, вот он лук повыходил с этой. Я не буду. Не буду я зажарку делать. Я просто лучок брошу сюда и все. Не хочется мне лишний раз жареное. Хочется вот такое. Простенькое, простенькое. Хотя проблем никаких нет. Потому что все время все же. То ладушки жарят. Что это каждый день. Что-то жареное, жареное, жареное. Так, надо добавить сюда. Закрывайся. Надо добавить сюда людика. Людика, Людика. Людика, Людика. Так, давай. Сейчас я покажу, что я ему купила. А, что он у меня лезет. Нет, я сейчас мимо, мимо, мимо. У вас упала называется. Вот такие вот штуки делает мой холодильник. Дерминат холодильник. Сейчас еще достану. Сейчас вторая попытка. Вторая попытка. Холодильник надо мыть. Я не люблю мыть холодильник. Самое страшное для меня там мыть холодильник. Поэтому, если я там попала что-то в кадр, прошу сильно ко мне не кидаться. Да. А зачем же я ложка мне еще нечего? Я сейчас покажу. Все-таки покажу. Вот такое мороженое. Мой муж вообще, он у меня сладкоежка. Вот это вот у нас батер-пекан. Масло вот этого грецкого ореха. Это у нас просто ванильное мороженое. И одно, нет, это 3 доллара. 2 на 6 доллара. И вот такие вот он у меня любит штучки. Бросит в микроволнушку на 2 минуты. И вот он такие ест. Они, кстати, очень вкусно пахнут. Вот я уже показывала. Такую ветчину он ест у меня, делает бутерброды. Вот такие квадратные, они уже порезаны, тоненькие ветчинки. И вот точно так же порезан тоненький хлеб под эту ветчину. Вот он. Вот оно все порезано. И так же порезан сыр. И вот он бросит сыр. Возьмёт его куска хлеба, бросит туда сыра, бросит туда ветчины. Положит там что-нибудь и все. Бутерброды тут еще резать не надо, абсолютно. Абсолютно. Так, что еще я хотела сказать. И вот у меня пицца. Это у меня рассыпан здесь дил. Укроп. Вот у меня. Укроп он засыпался у меня. Сейчас я все это поубераю. И вот такая пицца. Такая пицца стоит доллар. Доллар, по-моему, 50. Вот ему на один раз. Он запекает ее в печке. Вот тут в печке 20 минут. И все прекрасно. Пошла чистить холодильник. А то стоит позор. Просто действительно стоит позор. Это всего лишь на всего укроп рассыпался. Тут кипит мой супчик. Так, надо шубу немножко снять. Не шубу, шум. Мама называла это шум. Это я уже соврала немножко по поводу шубы. Плохо, что я убираю шум, я убираю. Лучок. Потому что лучок повсплывал. Который вышел из мяска. Я мясо смешала с... Вот он, вот как его много. Хотя можно не убирать. Он проварится, он сейчас опустится. Но все равно, для красоты эксперимента, для чистоты эксперимента надо все-таки убирать это. Ну, нам немножко лучок. Муха откуда-то появилась. У нас вообще мух не бывает. А тут плетает вон она сколько уже. Сейчас я возьму мухобойку. Я сейчас ее буду за ней гоняться. Я сейчас ее убью. Так. И оставляю так. И досыпаю еще немножко лука. Можно было. Желательно, конечно, его поджарить. Но, если честно, мне не хочется жарить. Вот мне хочется такого простого, вот совсем легкого-легкого такого супчика. Как я уже сказала, я практически не ем мясо. Крайне редко. Но вот сегодня меня пробило именно вот. Вот мне, я прямо увидела. Давай. Я прямо увидела вот эти вот фрикадельки. Мне так захотелось. Вообще, когда голодные, лучше ойди не думать. Потому что такое в голову придет иногда, что думаешь, откуда вдруг, с каких этих. И сейчас сюда я уже нарежу вот этого замороженного укропчика. Я покупаю большие вязанки этого укропа и бросаю сразу в морозилку. Не это. Я не солю, ничего. Просто целиком бросила. Сейчас порежу. Сейчас порежу. Так, это надо все убрать. Это надо все убрать. Еще так и нет. Вот у меня замороженный фрубчик. Больше у меня сегодня не получится. Уже не хочется. Если честно, не хочется. Так. А что это у меня там такое? Вот я думаю, это будет хвастаться. Хвастаться. Остальное борща уже. Он здесь посыпался через дырочку. Поэтому засыпал все у меня. Что надо, что не надо. Еще, если у вас, например, большая семья, ну всякое бывает. Большая семья. Вы торопитесь. Вам надо быстро накормить всю семью. И вы делаете большую кастрюлю вот такого супа, который и суп, и не суп. Вот тут, собственно, большие куски мяса. Вот эти вот тевтельки. Поэтому можно как первое, как второе использовать. Это я, опять-таки, это у меня воспоминания из прошлого. Ну, что была семья, надо было кормить. Редко было мясо на столе. Но, тем не менее, ладно. Сюда просто очень, в такой супчик очень хорошо добавить рис. Очень вкусно сочетается рис вот с этими колобками. Все, в принципе, суп уже готов. Пусть он еще немножечко постоит. И вот кусочки морковочки украшают. Вот их немножечко. Надо было, может, побольше бросить. Кусочки морковочки, зеленушечка. И все это вот так вот украшает. Пусть постоит немножко попариться. Дойдет. И все. И уже можно через 5 минут кушать. Приятного аппетита. Очень вкусненько-вкусненько. Сок не надо пить, но мне сильно хочется все равно его пить. А, борщ уже на самом деле буду готовить завтра. Приготовлю вкусный-вкусный борщ. Наваренный. На такой, чтобы ложка стояла. Люблю такой борщ. Ну, вот, наверное, и все. Вот, наверное, и все. Не знаю, что. Наверное, хочется просто поговорить. Наверное, просто хочется поговорить. Говорилка не закрывается. Все. Всем желаю счастья. Если у кого-то был такой же, как у меня, приступ, как сказать, депрессии. Пошлите нафиг эту депрессию. Я свою сейчас туда-назад выбрасываю вперед. Ногами запихаю. И все на три веселых бомбы пошлю. На хутороба потекла. Все. Всех любят целую. Берегите себя. Берегите себя. Не волнуйтесь. Все будет хорошо. И так, суп готов. А пахнет, а пахнет, а пахнет. Так, ну это слишком. Ну ладно, две штучки съемки. Уже время 6.45. Я немножко сбилась по часам, потому что, как я сказала, я два дня спала. Вернее, ну да, две ночи спала, как не в себя. И вчера целый день спала. И муж на меня смотрит, говорит, ты вообще нормальная? Что с тобой случилось? Я же обычно подскочила, побежала, у меня сшила в одном месте. А тут я что-то сплю, сплю, из постели не вылезаю. Я говорю, у меня депрессия. Меня не трогать, меня не трогать. Вот. Вот такой у меня получился вкусный супчик. Сюда можно, я сейчас, наверное, положу сметанку. Сейчас я покажу нашу американскую сметанку, какую я здесь покупаю. Много раз показывала, но покажу еще раз. Потому что это... Как бы, как бы, как бы. Так, вот она сметанка такая. Сау-крем. Тут у нас 1,360 кг. И стоит это под 4 доллара. Около 4 долларов. Хочется мне сметанки в этот супчик. Прям хочется. Вообще, когда очень хочется, то можно. Все. Все. Пошла есть. Пошла. Супчика поим. Ну, собственно, я сегодня без завтрака. К Ирине к Роберту заехала в гости. Они меня чаем напоили. Ой, такой вкусный суп дали. Делают. Ой, вообще невероятно вкусный суп. Обязательно сделаю. А суп у них... Вот немножко покапала водичка. Чуть-чуть. Вот такой мелкий-мелкий дожечек. А суп такой интересный. Из кефира. Она берет бутылку кефира и 2 бутылки воды. 3 ложки риса и зелень. Все больше ничего. Ну, вот наша окрошка. Вот что-то типа окрошки вкуснючая. Я целую тарелку эту слупила. Все. Все. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»